всем привет доброе утро доброго времени суток выскочила по-быстрому скупиться посмотрите что на мне предлагаю вам сегодня вместе со мной сделать вот такую красивую интересную горжетку я покажу как я ее делаю ничего не утою надеюсь хорошо видно не уезжай я показываю что понадобится как всегда кловер побольше просто три иголочки скрученные мочалки это я показываю для сведения озвучивала теперь покажу воочию это у меня для белого только для белого это для всякого но я периодически и чищу но это связано с некоторыми трудностями когда это уже профессионально щеточки должны быть разные еще желательно и для черного держать ну просто у меня нет необходимости я надеюсь фонарик светит такое освещение нам понадобится лента гребеная шерсть карда чесаная шерсть хотя можно обойтись либо только такой либо только такой шерсти я держу разную шерсть только с целью на разнообразных цветов оттенков цвета будут добавляться это я просто показать какая именно шерсть и сейчас нам понадобится для пробы для того чтобы вам я могла показать хорошо кусочек вязаного кидмахерового шарфика ну все будем делать объемную роспись шерстью по вязаному изделию потом куда применить вы сами придумаете то ли вы захотите шапочку расписать то ли вы захотите светерок палантин шарф все что угодно я покажу вам как это делаю я все поехали я определилась с шерсткой которую буду использовать и теперь показываю как я готовлюсь к собственно к валянию смотрите я уже показывала как я нащипываю шерстку показываю еще раз таким образом я нашу нащипываю шерстку и подготавливаю заготовки для листиков и лепестков вы сами для себя определяете какой толщины должны быть ваши заготовочки они могут быть толще тоньше за зависимости от того чего вы хотите добиться и вот таким образом я чтобы добиться оттенка на лепестках я добавляю другой цвет надеюсь что вам хорошо видно точно так же я приготовлю и цветные лепестки так и вот смотрите какая у меня есть яркая зеленая шерстка совсем это для того чтобы были всевозможные прожилочки я покажу и на щетке как я это делаю и на машинке у кого что есть и видите у меня еще есть вот такая совсем яркая но я ее оставлю на потом вот у меня красные заготовлены сейчас я добавлю к ним оттенки и буду продолжать показываю сразу заготовочки красненькой своей шерстки я уже положила бледно-розовую тоненько сверху и вот сейчас бордовую чуть потоньше нужно вот так вот если захочу сделать какие-то прожилки я их потом сделаю я всегда готовлю несколько не по одному лепестку это все затягивает время сразу несколько и несмотря на то что вы будете делать круглые потом лепестки или острые изначально они вот такие смотрите если делать это вручную то это делается вот так берется многоугольный кловер и вот таким вот образом можете даже приблизительно посчитать сколько раз вы ударите не менее 100 раз нужно вот таким образом постучать по вашему лепесточку и видите он уже начинает сваливаться и теперь конечно непременно в обратную сторону все это сделать процессе валяния я слегка лепесточки краешки лепесточков таким образом подворачиваю иголочки должны ходить вверх вниз ровно с минимальным наклоном для того чтобы ваши иголки служили вам долго и не ломались можно сразу слегка подвернуть уголочек и оформить форму которую вы хотите круглую острую это уж на ваше усмотрение видите уже что происходит собственно на этом этапе уже можно остановиться можно сделать мыльную обработку то есть намылить этот лепесточек мылом потереть промыть и высушить когда это у вас будет смешанное валяние можно продолжить обрабатывать в сухую они слегка отличаются по внешнему виду и тот кто занимается достаточно долгое время валянием тут конечно на взгляд сможет определить никакой из этих техник не является хуже или лучше это просто разные техники есть смешанная техника только сухая только мокрая либо смешанная когда вы валяете в сухую помогаете себе подвалять в мокрую ничего особенного нет краешки более тонким количеством иголок двумя-тремя одной иголочкой помогаете себе обработать но основное полотно конечно чем больше иголок тем быстрее можно еще вот так сделать любые такие движения они помогают сваливанию шерсти кто не знал я вам подскажу и видите бордовая ниточка практически полностью ушла и если есть желание сделать какие-то прожилочки можно это сделать вот таким вот образом видите и уже прошла такая полосочка тут можно это сделать слегка подкручиваем и вот таким образом валяем нужно помочь себе еще я показала как это делается вручную сейчас я приготовлю остальные листики все на машинке и потом покажу как я все это соединяю возможно освещение будет разное я это уже показывала просто повторю просто повторю потом отключусь приготовлю все заготовки и буду присоединять показывать смотрите для того чтобы присоединять основу я оставляю практически только слегка схваченную а остальное лепесток я буду делать практически готовую для чего я так делаю я вам потом покажу никаких секретов у меня нет все свои тайны я покажу вам так видите он уже в половину готов для того чтобы сделать до конца оформленный уголочек но оставить его слегка остреньким я вот так подворачиваю на изнаночку выставляю и заканчиваю не совсем острый но я сейчас его все в ваших руках видите я вытягиваю все таки один край и таким образом заставляю его быть острым все это я потом запарю утюжком если я пройдусь по обратной стороне то практически совсем исчезнет цветная шерстка я это делаю когда мне нужно основной цвет выбить наружу ну вот сейчас я сделаю зелененький перед публикой все точно так же сначала я слегка прохожу весь лепесток а потом только от середины к краю наружному краю но зеленые листья у меня будут разные поэтому я сейчас покажу еще вот так этот будет просто остренький все точно так же как в красненьком лепесточке и сейчас я сделаю другой вид лепестка опять же этот лепесток я не буду заканчивать полности и потом я вам покажу для чего все остальные заготовки я сейчас приготовлю сама и просто покажу вам всю сборку ну-ка дорогие мои зрители показываю у меня значит есть два практически незавершенных листочка один наполовину завершенный четыре листочка практически практически закончены только у основания открыты и вот пять лепестков на таком же уровне изготовления как и листики и два вот таких закругленных как я показывала предыдущем своем видео когда мы делали брошку помощница пришла помощница пришла ну и сейчас я вам покажу что я буду делать дальше вот такая основа которую я вначале показывала видео и сейчас я их отпариваю утюжком и мы делаем сборку вот так выглядят проутюженные видите они более плоские более законченные их конечно можно мылом замылить еще в этом состоянии замылить мылом и заутюжить но я не буду этого делать но озвучиваю что это сделать можно это более оконченные кончики листики а это слегка и вот закругленные сейчас покажу следующий этап да и заострю внимание вот это тот который я делала вручную и потом я его еще с мылом замыла с мылом потерла хорошенько и высушила утюжком я люблю когда очень мягкие очень тонкие пластичные мои могут несколько отличаться от общепринятых мокрых и сухих валеных изделий у каждого своя техника у каждого своя рука теперь я слегка потяну то о чем я в прошлом говорила это вот эти я потяну которые я валялась и потом складывала вот так в прошлом видео я это показывала кто хочет может посмотреть в прошлом видео еще раз все я приступаю к сборке смотрите это листики которые уже практически свалены что мы делаем мы их приваливаем к основанию приваливаем хорошенько и стараемся вывести кончик так чтобы вам было удобно полностью все насквозь привалять и можете проходить по самому листику еще смотрите это как бы лицевая сторона листика где по нему шли основные прожилки цветов которые мы выкладывали разные цвета смотрите с этой стороны он вот такой более гладкий что мы делаем все то же самое можно делать вручную на щетке просто дольше так же как мы валяли листик красненький зелененький какой красненький красненький я сейчас я показала да как он выглядит он слегка отличается он от этого не хуже не лучше он просто отличается смотрите мы делаем прожилочку по изнаночной стороне этим мы как бы делаем и эту сторону лицевой чтобы у нас не было ни изнанки ни лица таким образом вы можете и палантин и шарф и косынку и платок все что угодно сделать если вы делаете свитер тогда вам не нужно свитер платье допустим подол можно таким образом оформить тогда вам не нужно на изнаночную сторону обращать внимание вы просто запарите утюгом но если это допустим шарф который может повернуться в любую сторону то конечно же лучше его оформить так чтобы он с обоих сторон имел приглядный вид и выводим стебелек потом мы посмотрим куда мы этот стебелек выведем сейчас нам нужно просто красиво оформить все видите и слегка с этой стороны этот светлый цвет вышел я потом все покажу уже в готовом виде сейчас я кончики обрабатываю и показываю разными цветами потом покажу уже дальше что нужно делать что я делаю смотрите точно так же красненькому но уже не прожилочками веточками да а можно прям слой положить вот с этой стороны и он и туда пройдет но единственное старайтесь старайтесь поперек несколько раз сделали и потом только в длину тогда они красиво выйдут на обратную сторону эти прожилочки краешки старайтесь долго не бить потому что вы просто разобьете шерсть и будет некрасивый край он просто высыпется вырвется и все здесь я бы хотела сделать знаете как будто бы вот такую зеленую зеленую веточку от этого красного лепестка то есть все должно быть законченный вид иметь правильно даже с учетом того что мы делаем самый простой рисунок для начинающих потом вы можете конечно добавлять свою фантазию и как только у вас появится опыт вы сможете конечно же разнообразить и усложнять свой рисунок и смотрите я хожу и по изнанке и по лицевой стороне как бы для того чтобы вывести все изделие в лицевую сторону чтобы с двух сторон казалось лицевым имела лицевой как бы сказать эффект видите пошла такая размытость и мы выводим выводим делаем с обоих сторон по чуть-чуть но выводим чтобы красивая такая веточка выходила мы стараемся вывести ее в одну точку такая у нас акварельная роспись шерсти по основе здесь очень хорошая пряжа кидмохир итальянский очень хорошо выдерживает работу на машинке видите вот такой лепесточек все я сейчас делаю края и показываю что делать дальше смотрите какие у нас уже края получились я потом все вам в развернутом виде покажу но теперь смотрите я хочу сделать объем то есть у нас есть лепесток опять же да который до половины очень хорошо свален а потом более слабо что я делаю смотрите подбираете выбираете ему положение которое вам больше всего нравится и до средины приваливаете опять же это можно делать с двух сторон полотна на две стороны делать объемное валяние я сделаю с одной стороны вы просто посмотрите и потом сможете легко сделать это сами все то же самое вы можете делать со щеткой и кловером опять же повторюсь просто это будет делать гораздо дольше есть один теперь мы берем не до конца доделанный лепесток. Что мы с ним делаем? Я сейчас покажу. Лепесток это цветной, красный листочек, зеленый листочек. Что мы делаем? Я сейчас отодвину машинку. Смотрите, я просто беру и режу его. Сейчас покажу как. Совершенно, можно сказать, в произвольном порядке. Видите, я его изрезала. Сейчас я его слегка вот так потяну. Видите, он растопырился. И теперь мне нужно его привалять. Я сейчас покажу, как я это сделаю. Для того, чтобы у нашего изделия был законченный вид, мы должны его привалять. Надеюсь, все хорошо видно. И я давлю на ту педаль, которая мне нужна. У меня здесь две педали от двух машинок. Просто из розетки выпало. Выдернула нечаянно ногой. Я разложила его. Видите? Видно, да? Я его разложила, этот листик. И сейчас я его просто приваляю. Но приваляю я его очень тщательно. Весь. Надеюсь, видно. И потом в готовом я уже покажу, хорошо расправлю и покажу при хорошем освещении. Потому как здесь я показываю и загораживаю сама себе свет. Сейчас таким образом я разошью все полотно. И основные моменты я еще раз покажу. Показывает, что я уже сделала. Сейчас я уберу машинку, чтобы было лучше видно. На лицевой стороне я приваляла свободно лепестки красные. Видите? Они не до конца привалены. Вот это и будет наше объемное валяние. Сейчас я еще не закончила. Я сейчас покажу. А с изнаночной стороны, чтобы она тоже казалась относительно лицевой стороной, если вы понимаете, о чем я говорю. Видите? Листья я прошла, как бы сделала прожилки. А лепестки я тоже оформила в виде лепестков, только плоской росписью. И сейчас я покажу, что я буду делать дальше. Смотрите, в процессе изготовления своего изделия, росписью своего изделия, у вас может возникнуть необходимость довалять еще несколько лепестков или листиков. Вы должны быть к этому готовы. Это не страшно. Просто в процессе изготовления вы понимаете, что чего-то не хватает. И для объема или для законченности общей картины вы можете довалять еще пару лепесточков или листиков. Что я и сделала. Сейчас я их красиво расположу. Свободными, неприваленными в них я оставлю только самые кончики. В готовом изделии покажу. А вот эти хвостики расположу на основной цветок. Изделие практически готово. У меня остался один зеленый листик, невостребованный. Я думаю, что я его оставлю и не буду никуда добавлять. Все, переходим на стол. И я покажу, что уже у меня получилось. И мы с вами закончим окончательно наше изделие. Смотрите, что уже получается. Он объемный, но внешне совершенно понятно, что еще изделие не закончено. Вот изнаночная сторона. То есть, если предположить, что это палантин или шарф, то с изнаночной стороны он достаточно презентабельно выглядит. Осталась пара штрихов. То есть, понятно, да? Не хватает серединок. Ну и не хватает, на мой взгляд, какой-то законченной стилистикой. Сейчас мы все это исправим. Смотрите, я отпарила заготовочку, чтобы краешки были как можно ровнее. Ну, это, собственно, при носке не так уж и важно, когда оно играет туда-сюда. Ну, я люблю отутюжить. Поэтому я отутюжила, выровняла, чтобы все запарилось. И смотрите, что я сделала, когда утюжила. Я вот эти свободные, неприваленные концы, я их постаралась заколоть, сжать и через проутюжку, через влажную. Именно, видите, придать им объем. Видите, да? Смотрите. На самом деле, лепестков можно сделать еще больше. Это уж вы сами решаете, сколько вы сделаете лепестков. И вот изнаночная сторона. То есть, она достаточно презентабельная. Мне она не нужна. Я потом покажу, куда я буду использовать этот шарфик. Или эту заготовку, как сказать. Но, для того, чтобы показать, я показала, как это делается. На две стороны, чтобы с обеих сторон была лицевая сторона. Все. Я сейчас оформляю последние штришки. И показываю, рассказываю, как я это сделала. Смотрите. Я прям наживо-наживо пришила шерстку, накрученную на пальчик. Я накрутила прядочку на пальчик. Получилась такая колбаска, колесико. Решила показать, о чем идет речь. То есть, я прям вот так намотала на пальчик. Вот такая получилась заготовочка, колбасочка. И прям вот так наживую я ее пришила. А теперь я просто вот так слегонца сухую на щетке вот щетка просто прибью. И смотрите, что получается. Видите? У меня уже около пяти часов. Получается полная ночь, полный вечер. Смотрите, видите? Они прям живые. Вот я сейчас просто иголочкой на щетку их слегка приваляю. Ну, они уже никуда не оторвутся. Они уже пришиты, но приваляю. И завтра досниму, куда это будет применяться. Я уже все придумала. Смотрите, я добавила легкие штрихи. Ну, вот не хватало мне чего-то. Добавлять можно сколько хотите. Как художник маслом рисует. Вы можете штрихи добавлять сколько угодно. Вдруг где-то по толщине вам что-то не нравится или по цвету добавить. Отпарили. Оно утончилось. Полотно. И берете, добавляете еще какой-то мазок. Это не страшно. Как показала практика в Пинтересте и на ярмарке мастеров очень много девочки делятся. Можно сделать строчку, стежку. Можно вручную простегать. Я делала еще бисером расшивку. Бусины вешала, цепляла. Вы это можете видеть у меня на видео со слайдами. То есть, ваша фантазия. Не нужно ее ограничивать. А берите и творите. Смотрите, какая красота. Просто необыкновенная. Мой маленький проект закончен. Таким образом, вы можете сделать себе декор. На свитере, на платье, на вязаном, на юбочке, на безрукавочке, на палантине, на шарфу. Я уже перечисляла на чем угодно. Самое главное настроение. И не бойтесь, что у вас не получится. Все получится. Надеюсь, вам понравилось изделие, которое я сделала и которое вам показала. Кому понравилось, пишите, ставьте лайки, задавайте вопросы, может быть, что-то непонятно. Всех люблю, всех целую, поздравляю с праздником. Заходите к нам в ВКонтакт. Группа ВКонтакте и в Инстаграме Мила Бали, позывные такие же. В Ватсап у нас есть болталка. Мир Хобей называется. Не потому, что мы не знаем, как правильно пишется, а потому, что нам так нравится, потому, что это поболталка, потому, что мы там говорим обо всем. Кому интересно, присоединяйтесь к нам. Мы там устраиваем по хвостушке, по болтушке, по свистелке, по трынделке. Можете еще как-нибудь назвать, как хотите. Рады всех видеть. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok